Коррупционный скандал в Арзамасском районе вынесли на суд местных депутатов. Как мы сообщали, в начале февраля были задержаны по подосрению в мошенничестве начальник управления экономики, инвестиций и жилищной политики администрации Арзамасского района и ведущий специалист. Согласно материалам дела, они разворовывали деньги, выделяемые для покупки квартир детям-сиротам. Квартира полагается сразу по выпуску из детского дома. Государство выделяет на это деньги. Арзамасские чиновники разработали схему, деньги переводили предпринимателю, тот покупал квартиру, процентов за 40 полученной суммы, а остальные делил с чиновниками. Причем квартиры покупались даже не в Арзамасе, а в деревнях. На заседании местного земского собрания эта тема вызвала бурное обсуждение. Почему мы закупаем у нас в районе квартиры по цене квартир в городе? А что, не проводился анализ? Почему аукционы не состоялись? А что, детям-сиротам никто не объяснил, что они имеют возможность такую же квартиру иметь в городе? А не в Шатовке или в Би-Би-Би. Покупается по цене квартира, на которую государство выделяет. Да, государство достаточно денег выделяет, но стоимость квартиры в той же Шатовке, она в два с лишним разом меньше. Следственные мероприятия покажут, где были нарушены сотрудниками администрации закон и какие моменты администрации недоработки. Все будут указаны. Если бы это было один-два случаев, ну нет вопросов. Но когда 16, администрация разве не должна заниматься анализом эффективности расходования средств? Все вот эти мероприятия, которые проводились, и они рассматривались и в прокуратуре, и где замечаний нам на тот момент при рассмотрении, нам тоже не были указаны. Я не знаю, вам нужно замечания от прокуратуры, чтобы увидеть, что вы делаете что-то не так. В настоящее время ведутся следственные мероприятия, результатом которых будет именно, насколько они нарушили закон, насколько они виноваты. И, конечно же, это для меня, как для главы администрации, я вам честно скажу, это просто шок. Потому что такое, как бы, мероприятие, я бы никогда не подумал на этих сотрудников, что они именно могут вот этим заняться. Это говорит о том, что нам необходим усилий, потому что все антикоррупционные мероприятия, они все выполнены. То, что сейчас, как бы, в СМИ звучит, что мошенничество, как бы, статья идет, да, в отношении этих двух сотрудников, вот, то здесь просто за голову хватаешься, потому что добросовестные, исполнительные, ответственные. А жалоб не было со стороны сирот? На имя, вот, на, как земское собрание, на голову местного самоправления ни одной жалобы сироты не было. Это пятно на всю администрацию, на всех работников, которые здесь работают. И сейчас, естественно, как бы сказать, необходимо более внимательно относиться ко всем сотрудникам, которым даже, вот, мы, кажется, на 100% доверяем, да, сейчас говорят, ну, доверяй, ну, проверяй еще больше. И вот таким образом, я думаю, работать и необходимо, и надо. Это урок всем главам, главам районов, потому что, действительно, там, где не думаешь, вот, такое получается. Поэтому нам надо подходить более взвешенно, более принципиально, более требовательно. Кстати, в соседнем Сарзамасском районе, Ордатовском, тоже разгорается скандал с жильем для детей-сирот. Местные власти им квартиры не покупали, решили построить. Дома получились, правда, больше похоже на бараки. Двери же стены, а из-за нарушения системы вентиляции в квартирах образуется плесень, а на полах лужи. Выпускники детских домов, получившие это жилье, мягко говоря, недовольны. На строительство трех домов на 12 квартир, каждая квартира по 30 квадратных метров, были выделены 12 миллионов рублей.